В работе заседания советы приняли участие главы сельских поселений, представители общественных организаций и правоохранительных органов. В числе почетных гостей – советник отдела по работе с органами местного самоуправления при главе республики Альберт Маликов и министр финансов Рида Субхангулова. В повестке дня депутатами рассмотрено четыре вопроса. Главная тема – отчет главы администрации Ахаты Кутулахметова по итогам деятельности за прошлый год. В целом, социально-экономическое положение района стабильное, отметил он в своем докладе. Объем отгруженной продукции собственного производства, работ и услуг составил 1,6 млрд рублей или 100,1% к уровню прошлого года. В том числе промышленной продукции на сумму 538 млн рублей. Объем промышленной продукции на душу населения составил 22,696 рублей. За 2016 год в промышленной отрасли наблюдается рост экономики на 15,3%. Индекс промышленного производства – 100,1% к соответствующему периоду прошлого года. Согласно представленной информации, на предприятиях увеличилась среднемесячная заработная плата на 9,6%. Важным направлением работы в экономике является привлечение инвестиций. Объем инвестиций в прошлом году составил более 3,5 млрд рублей. Продолжилось строительство солнечной электростанции в селе Бугульщан Ленинского сельсовета. Введены в эксплуатацию 2-й и 3-й очереди мощности на 10 мегаватт. Инвестором данного проекта является общество с ограниченной ответственностью «Авелар Салар Технология». Сумма инвестиций составляет 1,6 млрд рублей. Таким инвестором, как общество с ограниченной ответственностью «Газпром Транс Уфа» с 2006 года ведется ремонт газоперекачивающего оборудования на Кончиловском управлении подземного хранения газа. В 2016 году данная работа продолжилась, и сумма инвестиций составила более 1,7 млрд рублей. Одной из важных отраслей экономики было и остается сельское хозяйство, отметил глава района в своем докладе. За 2016 год объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 3,5 млрд рублей, или 108% к уровню прошлого года. В истекшем году аграрий район собран свыше 80 тысяч тонн зерна. Среднее урожайность с уборочной площади составила 14,5 сантиметров с гектара. Данный объем зерна обеспечил засыпку семенного материала на 100%, засыпано 11,393 тонны семян, посеянный под урожай 2017 года озимых зерновых на площади 12 тысяч гектаров. Продолжаются технологические обновления сельхозяйственных предприятий с использованием различных финансовых инструментов. Приобретены различные сельхозяйственные техники и инвентаря на сумму свыше 95 млн рублей. Уделяется внимание и поддержке личных подсобных хозяйств. В частности, проводятся сельскохозяйственные ярмарки, в селах организован сбор молока. В докладе были озвучены все стороны жизнедеятельности района. Так, согласно информации, наблюдается снижение уровня безработицы. Продолжается оказание помощи малому и среднему бизнесу. Введено в эксплуатацию более 9 тысяч квадратных метров жилья. Проводится работа по повышению качества образования, развитию культуры и спорта. Ахат Евдадович озвучил и задачи на текущий год. В том числе администрации утвержден план мероприятий по проведению года экологии. Нужно повышать экологическую культуру наших граждан, воспитывать с детских лет бережные отношения к природе, отметил он. Были также названы проблемы. Сегодня имеется много нерешенных проблем. Это реконструкция очистных сооружений в селе Ермолаево, которые не справляются с возросшим объемом сточных вод от населения и предприятий. На проведение реконструкции необходимо 85,5 миллионов рублей, что является непосильной ношей для местного бюджета. Нами разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Ведется работа по включению данного объекта в республиканские адресные инвестиционные программы в проект к 100-летию Башкорстана 100 новых объектов на 2017 год. До сих пор остаются проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами. Все эти вопросы будут решаться, отметил глава района. В заключении Ахат Кутулахметов поблагодарил руководителей предприятий, глав сельских поселений за продуктивную работу. Эффективную работу органов местного самоуправления высоко оценила министр финансов Рида Субхангулова. То, что вы достигли и заняли первое место по эффективности деятельности органов местного самоуправления, конечно, это большое достижение, это хороший показатель. Этому можно гордиться и нужно гордиться, что вы смогли вместе достичь таких целей. И самое главное, цель-то еще такая платная, еще и 23 миллиона денег, самая большая радость еще в этом тоже. В ходе заседания депутаты и приглашенные заслушали также информацию о работе Совета, о деятельности органов внутренних дел по Кувыргазинскому району. Работа Совета завершилась на приятной ноте. В связи с 80-летним юбилеем поздравление принимал заслуженный лесовод Республики Башкортостан Дмитрий Михайлович Краснов. Он до сих пор продолжает активную общественную деятельность и служит родной земле. Уважаемый Дмитрий Михайлович, администрация муниципального района Кувыргазинский район Республики Башкортостан выражает вам сердечную благодарность за весомый вклад в развитие лесничества Кувыргазинского района, за активное участие в работе Совета ветеранов и общественной жизни муниципального района. Поздравили в этот день еще одного юбиляра. Главу сельского поселения Зякишметовский сельский совет Розяпа Абдулина. Ему исполнилось 60 лет. Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастливого долголетия, неиссякаемой энергии и бодрости духа, семейного благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях. Юбилярам вручены памятные подарки, а также благодарственные письма администрации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова